Прежде всего, от имени своей партии, от имени партии трудящихся, я хочу сказать, упадка гегемонии Соединенных Штатов, упадка вызванного главным образом консолидации Китая как мировой державы, а также его стратегического союза с Россией. И перед лицом этой тенденции Соединенные Штаты предпринимают все более агрессивные и воинские. Следуя этой логике, произошла осада Боливарианской революции в Венесуэле, ужесточение блокады Кубы, поддержка свержения Эва Моралеса в Боливии и переворот против президента Дилмы Руссеф. И в этом контексте, также этот контекст лежит в основе войны между Россией и Украиной. С распадом Советского Союза и Варшавского договора, много честных людей предположили, что Соединенные Штаты и их союзники распустят организацию Североатлантического договора. Но ничего подобного не произошло. НАТО не только продолжило существовать, но и расширило свой состав и сферу своей деятельности. Очень известно, что НАТО ставило своей целью также включить в свой состав Украину де-факто и или де-юро. Поэтому они способствовали, спонсировали, поддерживали государственный переворот, который произошел на Украине в 2014 году при открытом публичном участии в военизированных формировании, провозгласивших себя приверженцами нацизма. Таким образом, эта война уходит корнями в более широкий контекст. Поэтому, даже если возьмет вверх позиция согласованного выхода из конфликта, который заставит НАТО отступить и обеспечить самоопределение нейтралитет, Украины, мы должны помнить, что этот эпизод – это не молния среди ясного неба, это неотъемлемая часть исторического периода, начавшегося кризисом 2008 года, ознаменовавшегося колоссальной нестабильностью, повторяющимися кризисами, жестокими войнами, ну а также ярой борьбой против империализма и современного колониализма. И необходимо, чтобы наши народы, наши партии, наши правительства стали на вершине этой борьбы. Спасибо.